Этот замок, построенный в 17-м столетии, и по сей день рождает мрачные фантазии. Неонацисты и поклонники сатаны с замиранием сердца рассказывают о таинственных ритуалах и мистических церемониях, которые свершались за стенами этого замка. И от собственных рассказов у них самих по спине мурашки ползут. Этот замок Гиммлер собирался использовать как место встречи уставших вождей СС. Тут он предполагал проводить праздничные церемонии, поминать убитых. Но руководство СС собиралось здесь только дважды. Во второй и последний раз в июне 41-го, за неделю до нападения на Советский Союз. Именно здесь Гиммлер сказал своим подчиненным, что им предстоит уничтожить 30 миллионов славян. В замке рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер поселил людей, чьи деяния кажутся таинственными, исполненными особого смысла. И все эти десятилетия не дают покоя историкам, писателям и кинематографистам. 1 июля 35-го на совещании в штабе СС Гиммлер объявил о создании новой организации. Немецкое наследие предков. Общество по изучению духовной истории. Кратко, Аннен Эрбе. Наследие предков. Вокруг Аннен Эрбе родилось множество легенд, не имеющих ни малейшего отношения к реальности. Ходят разговоры о том, что ее сотрудники овладели сверхъестественными силами, создали чудо-оружие, что они вообще были магами и чародеями. А в реальности это была организация, занимавшаяся мифотворчеством во имя псевдонаучного обоснования расовых идей нацистской партии. «Одно должно быть нам ясно», — повторял в своем кругу рейсфюрер СС. «С той же убежденностью, с которой я верю в Бога, я верю, что наша кровь, нердическая кровь, лучшая в мире. Достаточно оглянуться назад, на нашу историю, достаточно посмотреть на день сегодняшний, и так будет в будущем. Пройдут тысячелетия, и нердическая кровь всегда будет лучшей. Поэтому мы выше всех остальных народов». Знаменитый музыкальный фестиваль в баварском городе Байройте, где жил и творил композитор Рихард Вагнер, существует уже больше столет. Он пережил две мировые войны, Третий рейх и полный разгром Германии. История этого фестиваля — своеобразное зеркало внезапных взлетов Германии и ее страшных падений. Здесь не звучали политические речи. Но когда Гитлер шел к власти, и особенно в нацистские времена, Вагнеровский фестиваль воспринимался как символ борьбы за утверждение немецкого расового превосходства. Гитлер опирался на этот духовный центр, когда объяснял стране и миру, что отныне немецкая политика основана на принципах крови и расы. Только правнук композитора Готфрид Вагнер восстал против семейных традиций. Он потребовал, чтобы семья отказалась от своей любви к Адольфу Гитлеру и покаялась. В его изображении семья композитора выглядит как страшная эгоистичная гидра. По его словам, в этой семье мужчины женственны, женщины мужеподобны, отцы кастрируют своих детей, а матери соблазняют их своей любовью. Впрочем, министр военной промышленности Третьего рейха Альберт Шпеер полагал, что Гитлер оттого так часто ездил в Байройд, что у него был роман с невесткой композитора Виннифред Вагнер. После спектакля Гитлер имел обыкновение собирать здесь, в Байройте, гостей и произносил длинные монологи до самого утра. Когда гости уже не выдерживали и уходили спать, оставались только дети. Их просили задержаться, чтобы ублажать дорогого гостя. Зато утром, пока он не проснется, все ходили на цыпочках, собак на улицу не пускали, и машины выталкивали из гаража вручную, и мотор не заводили, чтобы его не разбудить. Ублажать Гитлера было нелегким делом. Главный финансист Третьего Рейха, Яльмар Шахт, спросил своего заместителя, любите музыку? Да, конечно, ответил тот. Шахт саркастически улыбнулся. Я не так музыкален, но я бываю в Байройте. Поскольку Гитлер постоянно ездил на фестиваль, то его примеру следовали все крупные чиновники Третьего Рейха. Поездка в Байройт свидетельствовала о положении в нацистской номенклатуре. Но однажды Гитлер с удивлением обнаружил, что слишком мало партийных секретарей присутствует на концертах. И он велел обшарить все бордели и пивные в поисках своих кадров. На следующий день партийные секретари честно сидели в зале, но или дремали, или аплодировали не в попадке. В доме Вагнеров Гитлер чувствовал себя прекрасно. Дети по-свойски называли фюрера дядей Вольфом. Фюрер рассказывал, что в годы борьбы за власть использовал псевдоним Вольф – Волк. И он всегда откликался на просьбы Виннифрид Вагнер. В начале 40-го она пожаловалась Гитлеру, что так много музыкантов призвали в армию, потому что некому участвовать в фестивале. А Гитлер не хотел, чтобы фестиваль прекращала работу, как это произошло в годы Первой мировой. Сказал, что он позаботится об этом. Она заметила, что и зрителей-то, пожалуй, не найдется. Он обещал помочь и с этим. Заметил, я и сам не могу выступать перед пустым залом. Пять лет подряд, с 40-го по 44-й год, партийные комитеты свозили в Байрой десятки тысяч солдат и рабочих, которые заполняли залы. Организаторам фестиваля больше не о чем было беспокоиться. Гитлер не упускал случая побывать на Вагнеровском фестивале. 21 июля 40-го в очередной раз отправился сюда, в Байройт. Перед отъездом приказал командующему сухопутными войсками вермахта генералу Вернеру фон Браухичу готовить план военной кампании против Советского Союза. «Там была просто сказочная жизнь», – вспоминал Гитлер вечером 28 февраля 42-го года в ставке «Волчье логово». «Я уже давно там не был, что само по себе достойно сожаления. Фрау Вагнер очень печалится по этому поводу. Она мне 12 раз писала и 25 раз звонила по телефону». Фрау Вагнер, и в этом ее великая сила, связала Байройт с национальным социализмом. Расовая теория помогла нацистам взять власть. Гитлер аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые греют душу множество людей, уверенность в том, что они от природы лучше других. Не от того, что они совершили нечто выдающееся или наделены невероятными талантами. В их жилах течет особая кровь. До окончания Первой мировой Адольф Гитлер не подозревал о расовой теории. Он был скорее социалистом и разглагольствовал о судьбе пролетариата, о том, что все в мире есть борьба рас, он узнал в начале 20-х годов в Баварии, в том числе и в Байройте, который стал знаменитым благодаря тому, что здесь обосновался Рихард Вагнер. Когда в сентябре 23-го Гитлер приехал сюда, в Байройт, он хотел познакомиться с дятем Вагнера Хьюстоном Стюартом Чемберленом. Англичанин Чемберлен возненавидел собственную родину и перебрался в Германию, которую воспевал Гитлер. Многим был ему обязан. Главный труд Чемберлена, основание 19-го столетия, рассказывает о том, что мир делится на расы, полноценные и неполноценные. Худшее из них – семитское. Лучшее – арийское, нордическое, германское. История – это борьба рас. Судьба человека полностью определяется биологией. Восхищенный германским духом Чемберлен утверждал, что только немцы, лучшие из лучших, способны управлять миром. Чемберлен ненавидел все английское. Своих соотечественников англичан считал арийцами, но безнадежно испорченными коммерцией. Презрительно отзывался о торгашеском духе Англии и высоко ценил культурные достижения Германии. Идеи эти широко распространились. Немцы поверили в свое духовное превосходство над культурой лавочников Англии и Америки. Презирали их за бездуховность. В реальности Германия серьезно отставала и от Англии, и от Америки в индустриализации, развитии общества, качестве жизни. Но это ошибочно воспринималось, как свидетельство серьезных культурных различий. Страстным поклонником книги Чемберлена оказался германский кайзер Вильгельм II. Он пригласил к себе автора. Бог послал немецкому народу вашу книгу и вас лично мне. Кайзер вспоминал, как ему не хватало образования для руководства страны. И тут появились вы и привнесли порядок в хаос, свет в темноту. Вы объяснили то, что было непонятно. Показали пути, которыми следует идти ради спасения Германии и человечества. Вильгельм II воспринимал мир как сцену, на которой он призван играть главную роль в любимом одеянии, военном мундире. Канцлер Отто фон Бисмарк крайне нелюбезно именовал молодого кайзера воздушным шариком, который нужно держать на веревочке, а не то его унесет неизвестно куда. Но кайзер сместил железного канцлера, и не осталось никого, кто бы его удерживал. Вильгельм II втравил Германию в мировую войну. Она завершилась поражением страны и крахом монархии. «Лучшее, что может случиться с Англой», – торжествующе говорил в 1914 году Чемберлен, – «она будет побеждена Германией». Когда все произошло наоборот, и в 1918-м Германия капитулировала, ему казалось, что мир рухнул. После встречи с фюрером Чемберлен заметил, какой-то он неопрятный. С таким не хотелось бы отправиться в путешествие вокруг света на двухколесном велосипеде. Но в 1923 году среди немецких политиков других единомышленников у Чемберлена не осталось. Он послал Гитлеру письмо. «Моя вера в германство никогда меня не покидала. Но мои надежды, должен сознаться, упали до самой низкой отметки. Одним своим появлением вы изменили состояние моей души». Гитлер был счастлив. Хьюстон Стюарт Чемберлен рано остался без матери. Слабый физически, страдал в школе от старших ребят. Пытался заняться бизнесом и все потерял. Когда Чемберлен приехал в Байроид, вдова композитора Рихарда Вагнера искала подходящих женихов для дочерей. Но англичанинам заинтересовалась сама. Однако брак с Чемберленом исключался. Не потому, что она была старше на 18 лет. Ей бы это не помешало. Но она должна была оставаться вдовой Вагнера. Если бы она вновь вышла замуж, лишилась бы мистической причастности к наследству великого композитора. Чемберлен женился на дочери композитора Еви, переселился в дом тестя и получил германское подданство. Похоже, он удовлетворился дочкой только потому, что не мог заполучить ее мать. Вдова композитора превратила Байроид в крепость на холме, в штаб борьбы против деградации человечества. Знамя этой борьбы – германский дух, оружие – музыка Вагнера. И сюда стали съезжаться ультранационалисты. Их концентрация накануне мировой войны была очень велика. Писали и говорили, что вагнеровские фестивали – это олицетворение германского духа, который только и способен спасти человечество. Выдающийся немецкий писатель Томас Манн писал после войны. В Вагнере много Гитлера. Но можно ли считать Рихарда Вагнера идеологическим предтечей фюрера? Вагнер был весьма сложной фигурой с противоречивыми взглядами. В 40-е годы 19 века увлекся идеями анархистов. Участвовал в немецкой революции вместе со знаменитым Михаилом Бакуниным. Был выдан ордер на его арест, но Вагнер бежал, в отличие от Бакунина, которого поймали и посадили. Но с годами Вагнер разочаровался в революции. Его жизнь не была простой. Он искал заработка в разных странах, жил в Кёнигсберге и в Риге, иногда голодал, а жаждал комфорта и денег. Осознал, что лучше быть реакционером, а не революционером. Он всю жизнь искал успокоения в женских объятиях. Женщины щедро давали ему деньги, дарили, а не ссужали. В отличие от мужчин-кредиторов, понимали, что Вагнер не из тех, кто возвращает долги. Его материальное положение улучшилось, когда баварский король Людвиг II в мае 1864 года пригласил его в Мюнхен. Король разорил казну, тратя деньги на пышные представления его оперы. Короля только изумлял антисемитизм Вагнера. В единой Германии канцлер Оттофун Бисмарк дал равные права всем. Евреи тоже могли жить и умирать на общих основаниях. В Первую мировую 100 тысяч евреев надели серый мундир немецкого рейха и отправились на фронт. Треть из них получила награды. Две тысячи стали офицерами. На фронте, защищая кайзеровскую Германию, погибли 12 тысяч солдат-евреев. Больше, чем погибло евреев во всех войнах, которые вел Израиль. Но на протяжении столетий евреям запрещалось владеть землей, поэтому среди них не было крестьян. Они не могли стать ремесленниками, потому что их не принимали в гильдии. Дозволялось только торговать. И они стали очень заметны, когда развитие экономики выдвинуло на первый план торгово-финансовый сектор. Преуспевшие евреи людям завистливым казались олицетворением жестокого мира, где деньги правят бал. И не имело значения, что евреи тоже служили в армии и приумножали богатство страны. Они все равно оставались чужаками. Впрочем, труды Вагнера дают достаточное количество цитат и для тех, кто желает доказать, что он был злобным антисемитом, и для тех, кто утверждает обратное. Он не подписал письмо с требованием ограничить евреям въезд в страну. Объяснил, я не имею ничего общего с нынешним антисемитским движением. Зато у его вдовы не было сомнений. За всем дурным в жизни она видела еврейские лица и еврейские происки. Ее дело продолжила невестка, жена старшего сына-композитора Зигфрида Вагнера. Мать прочила ему в жены американскую танцовщицу Айсюдору Дункан. Но она предпочла Сергея Есенина. А Зигфрид Вагнер, которому не доставало как отцовского гения, так и его беспощадного эгоизма, в 46 лет женился на 18-летней англичанке-сироте. Вот любопытное обстоятельство. Самые оголтелые националисты в семействе композитора Вагнера – это его жена венгерско-французского происхождения, зять англичанин и невестка англичанка. Они не были рождены немцами, но стали ярыми немецкими националистами. Хотели, чтобы окружающие забыли, что они чужаки? А вообще-то Гитлер приехал в Байрой для участия в партийной демонстрации. Но вечером пришел на прием, устроенный его покровителями, производителем пианино Эдвином Бехштайном и его женой. Там же была и Венефред Вагнер. Она пришла без мужа. Поговорив с Гитлером, она пригласила его утром на завтрак. Была ли это любовь с первого взгляда? Два десятилетия он искал ее общество, а она точно была захвачена страстью к этому человеку. Венефред Вагнер заявила, что всецело поддерживает Гитлера, когда он нравился еще очень немногим. В ноябре 23-го в Мюнхене он попытался совершить государственный переворот и оказался за решеткой. Гитлера отправили в тюрьму Ландсберг, южнее Мюнхена. Она действует и поныне. Здесь ему оказали медицинскую помощь, вправили плечо, поместили в большую солнечную камеру. И к нему потянулись посетители и поклонники. Первый председатель партии Антон Дрекслер легко убедил Гитлера не объявлять голодовки. Объяснил ему, товарищ Гитлер, без тебя движение погибнет. Условия заключения были щадящими. Гитлера освободили от исправительных работ, тюремную одежду он тоже не носил. Поклонницы и поклонники навещали фюрера. Его камера была завалена цветами, шоколадом, пирожными и книгами. Гитлера приговорили к пяти годам тюремного заключения. Отсидел он здесь всего девять месяцев. Начальник тюрьмы лично написал ему самую благоприятную характеристику и попросил отпустить замечательного арестанта. Никогда еще местные тюремщики так высоко не ценили своего узника. Его сводная сестра Ангела нашла фюрера в отличной форме. Его дух снова высок. Физически он тоже почти в порядке. Поражает лояльность, которую он ощущает в эти дни. Как раз передо мной ему принесли рождественский подарок от Виннифрид Вагнер, невестки композитора Рихарда Вагнера. Вот почему он тверд, как скала. Его победа – это только вопрос времени. Зигфрид Вагнер не желал видеть Гитлера ни на фестивалях, ни дома. Не хотел, чтобы жена принимала участие в официальных мероприятиях нацистской партии. Жена была его много моложе. И Зигфрид был уверен, что ему подчинится и ошибся. Вагнеры не предполагали, что у сиротки окажутся такие острые зубки. Она прошла такую школу жизни, какая им и не снилась. Чем дальше, тем больше прибирала все к рукам, пока не стала хозяйкой фестиваля. Да и Адольф Гитлер был весьма беззастенчивым господином из этой малосимпатичной категории людей. Ты их в дверь, они в окно. Гитлер часто приезжал к ней сюда обыкновенно поздно вечером. Все, что мог предпринять ее муж Зигфрид, это лично не участвовать во встречах с фюрером. Похоже, они с женой договорились. У него своя жизнь музыкальная, интимная, у нее своя. Какова была природа взаимоотношений между хозяйкой Вагнеровского фестиваля и фюрером? Сейчас это установить не представляется возможным. Была ли это полноценная любовная связь? Она клялась, что никогда не спала с ним. Пожалуй, не лгала. Отношения с женщинами у Гитлера, как правило, завершались на пороге спальни. К тому же она была очень крупной и высокой. Гитлер был ниже ее ростом. Фюрер не знал, что делать с такими уверенными в себе дамами. Терялся. Зигфред Вагнер скончался в 30-м году. И сразу пошли разговоры о том, что его вдова выходит замуж за Адольфа Гитлера. Когда Гитлер послал ей цветы в 32-м году, местные газеты написали, что это помолвка. На самом деле, цветы были преподнесены по случаю конфирмации детей. Отсутствие брачных уст не мешало этим двоим поддерживать очень близкие отношения. Она не упускала случая выразить свое восхищение фюреру, а он решил все материальные проблемы Вагнеровского фестиваля. Что так привлекало Гитлера в Вагнере? Большинство героев опер Рихарда Вагнера – это непризнанные одиночки. А Гитлер себя таким и считал. Одинокий, сражающийся герой. Вот почему он был так потрясен, когда в 23-м году оказался здесь, у могилы Вагнера. И, конечно же, на него произвело впечатление семейство композитора. Семья – это то, чего у Гитлера не было и быть не могло. Фюрер ценил композитора не только за музыкальные творения, но и за откровенный антисемитизм. Гитлер брал в библиотеки труды Вагнера, но практически на него не ссылался. Увидел, что с Вагнером все не так просто. Композитор пришел к выводу, что с переходом евреев в христианство все проблемы решатся. Гитлера это не устраивало. В нацистской Германии религиозные убеждения не имели значения. Министр внутренних дел Вильгельм Фрик инструктировал подчиненных. При определении, кто ариец, а кто нет, решающую роль играет не религия, а происхождение, кровь, раса. «Расовой судьбой одним предопределено управлять миром, другим исчезнуть с лица земли», – провозгласил Гитлер. «Все, в чьих жилах течет чуждая кровь, даже младенцы, должны быть уничтожены, чтобы освободить жизненное пространство для носителей арийской крови». За это взялся рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. В 20 веке то там, то здесь пытались вывести нового человека. Одни с помощью идеологии, способны изменить человеческую сущность, другие взяли на вооружение биологию. Зачем возиться с уже испорченным человеческим материалом, когда можно вывести нового человека из пробирки? А политическая антропология поделила человечество на полноценные и неполноценные расы. И немцы решили, что они неполноценные должны уничтожить. Закончилось это для Германии немцев полной катастрофой. Идеалом был высокий стройный человек с длинным черепом и узкой головой, светлыми волосами и голубыми глазами. Генрих Гиммлер мало соответствовал собственному идеалу. Особенно ему не нравилось его лицо, широкое и круглое. Он выбревал голову с боков, чтобы череп казался более узким. А здесь же, в замке, Гиммлер устроил школу для высшего командного состава СС. Сам отбирал сюда слушателей и столь же внимательно изучал их будущих жен. Невесты членов СС проходили такое же серьезное обследование. Гиммлер сам изучал их анкеты и проверял расовые характеристики. И если фотография ему не нравилась, он запрещал своим подчиненным жениться. Надо было также представить и так называемый «Аненпас» – паспорт предков. В этой книжечке была указана вся родословная, начиная с 1750 года. Наличие хотя бы одного предка, сомнительного с точки зрения происхождения, ставило крест на карьере. В километре от замка поставили небольшой концлагерь Нидерхаген. Туда согнали около 4 тысяч политических заключенных евреев, свидетелей Яговы, военнопленных. Практически каждый третий погиб. В их честь поставили эту памятную табличку. Эта история лично раз доказывает, что преступная идеология порождает преступную реальность. Одно не существует без другого. Анен-Эрбе было любимым детищем Гиммлера. Он строил для нее лаборатории, выделял валюту и лично отбирал ее ведущих работников. Казалось, что интерес Генриха Гиммлера к древнему миру чисто личного свойства. На самом деле, он не только хотел переписать историю Германии, но и творить ее будущее. С помощью Анен-Эрбе он собирался восстановить образ жизни древних германцев, научить всему своих эсэсовцев, которые должны были расселиться по всему миру. А ради этого должны были погибнуть миллионы людей, которые жили на этих землях. В Анен-Эрбе вербовали филологов и фольклористов собирать народные песни и сказки, археологов вести раскопки, инженеров изучать строительный стиль древних германцев, растенееводов и животноводов, выводить новые сорта пшеницы и новые породы скота, чтобы восстановить древнегерманское хозяйство в полном объеме. У Гиммлера было раздвоение личности. Он существовал в реалиях Третьего рейха, но жил тефтонскими фантазиями. В Вестфале, рядом с тефтонским лесом, где некогда германские племена разгромили римские регионы, ему подыскались старинный замок Вевельсбург. Причем Гиммлер верил, что в этом районе сохранилась чисто нордическая кровь. И он велел в замке устроить музей германской истории. Как он ее себе представлял? Гиммлер верил, что в жилах древних германцев бежал волшебный эликсир, чистая арийская кровь. Эта кровь, еще не замутненная смешением раз, наделила древних германцев не только мощным интеллектом, но и магической силой. Поэтому никто не мог с ними совладать. Гиммлер подсчитал, что германская кровь течет в жилах примерно 90 миллионов человек. Все они должны быть найдены и возвращены в рейх. Гиммлер убеждал Гитлера, что в СС нужно брать только тех, кого они считают расовой элитой Германии. Гитлеру. В данном случае это было безразлично. Ему нужны были преданные жестокие головорезы. Но Гиммлер, охваченный средневековой мистикой, и в самом деле считал своих подчиненных носителями подлинных германского духа, который они понесут по всему миру. Модельный дом Гуго Босса, не такой известный, как сейчас, снабдил СС униформой черного цвета серебряными нашивками. На фуражках появилось изображение черепа, что означало верность до смерти. Высокие сапоги, кожаная портупея, белые перчатки, все это придавало эсэсовцам значимость. Гиммлер мечтал превратить эсэс в новое дворянство, создать собственную империю, которая входила бы в состав рейха, но обладала бы большой самостоятельностью, своего рода государством в государстве, собственным правительством, вооруженными силами, судом, и себя он видел во главе этого государства. И под его знамена с удовольствием становились молодые люди, которым он давал то положение в обществе, на которое они по уровню интеллекта и образования никак не могли рассчитывать. Никогда не забывайте, внушал Гиммлер своим подручным, что вы принадлежите к рыцарскому ордену, который никто не вправе покинуть. В этот орден вступают, подчиняясь голосу крови. Ему служат телом и душой до конца своих земных дней. Гитлер это научные дискуссии не интересовали, он все споры решал силы оружия. Но мелкие нацисты спешили выслужиться, доказать свою полезность, в том числе на научном поприще. И в Анненербе сюда потянулись молодые ученые, которые чувствовали дух времени и понимали, как можно выслужиться. И каждый из них спешил придумать что-то в подтверждении тех теорий, которые выдвигал их щедрый работодатель Рейхсфюрер СС. Гиммлер искал ученых, которые опрокинут традиционные научные воззрения. Докажут, что все открытия принадлежат немцам, что решительно повсюду, от Северного моря до Черного, цивилизацию создали древние германцы. Гиммлер хотел, чтобы представители СС заняли ключевые позиции в научном мире. Во-первых, влияли на академические дискуссии, а во-вторых, определяли процесс воспитания и образования подрастающего поколения. Он очень хотел, чтобы материалы, подготовленные здесь, Анан Эрба, активно использовались в работе с молодежью. Гиммлер отрицал теорию эволюции применительно к нордической расе. Считал, что арийцы спустились на землю с небес. Подружился с японским военным Аташе, а затем и послом в Берлине, Хироси Асима, который рассказывал, что японцы тоже исходят из божественного происхождения императора и знати. В предвоенные годы Анан Эрба, можно сказать, расцвела. Сюда устремился поток молодых исследователей. За два года численность института увеличилась более чем в два раза. С 38 ученых до 100. Когда Красная Армия остановила, а потом погнала немцев назад, работая в Анан Эрба приобрели военно-прикладной характер. Если раньше эти научные сотрудники совершали преступления, обманывая и нравственно калеча собственный народ, то теперь они прямо участвовали в пытках и убийствах узников концлагерей. Адольф Гитлер раскритиковал медицину за неспособность вернуть раненых солдат вермахта в строй. Генрих Гиммлер распорядился создать в рамках Анан Эрбе институт военно-научных исследований. Женщина, которая когда-то флиртовала с Гиммлером, мюнхенская певица Нини Диль рекомендовала ему своего нового мужа, профессора Зигмунда Рашера. Он изучал возможности человеческого организма переносить высоту. Британские истребители заставляли немецких летчиков летать на больших высотах и командование Люфтваффе беспокоилось за свои экипажи. Смогут ли они воевать на такой высоте? А что произойдет с летчиком без кислородной маски в случае разгерметизации кабины? Зигмунд Рашер предложил имитировать условия большой высоты в вакуумной камере. Использовали обезьян. Но профессор считал правильным проводить опыты на людях и обратился Гиммлеру за помощью. Понимая, что исследования мучительны и опасны, попросил предоставить в его распоряжение узников концлагерей. В Дахау ему сделали камеру, позволявшую имитировать подъем до 21 километра. Из камеры выкачивали воздух. У человека возникало ощущение, будто его сжимает гигантский пресс. Дальше высоту снижали либо медленно, имитируя прыжок с парашютом, либо очень быстро, падение. Мучения узников были невероятными. Большая часть тех, на ком проводили опыты, погибла. 29 июля 43-го года Гиммлер распорядился эвакуировать Анненербе из Берлина. Музей, библиотеку, огромное количество документации отправили подальше от бомбежек на север Баварии в деревню Вайшенфельд. Здесь работникам института было скучновато. Чтобы развлечь себя, они вечерами пели хором и устраивали танцы. Летом 44-го неожиданно приехал Генрих Гиммлер посмотреть, как устроились его ученые. Руководителям Анненербе показалось, что Рейхсфюр СС присматривался, а не сможет ли он здесь укрыться, если война будет проиграна. Когда Третий рейх рушился, деревушка казалась надежным убежищем. 14 апреля 45-го года американские танки вошли в деревню Вайшенфельд. Местные жители привели американцев к пещере под названием Дыра Маленького Дьявола. Там обнаружились документы Анненербе с грифом «Секретно». Результаты псевдоисторических изысканий и экспериментов над людьми. 30 марта 45-го Гиммлер распорядился эвакуировать из замка и школу, и остававшиеся там архивы Анненербе. Отправил сюда одного из своих офицеров с приказом взорвать замок, чтобы он не достался американцам. Подложили динамит, после взрыва замок осел, и эсэсовцы еще бросили в окна несколько гранат, чтобы начался пожар. Когда эсэсовцы ушли, местные жители разграбили замок, утащили стулья, столы, фарфор, обнаружили 40 тысяч бутылок спиртного, все, что свезли со всей Европы. в чистом виде грабь награбленная. А американцы, когда пришли, нашли еще коллекцию древнего оружия, которую собирал сам Генрих Гиммлер. 9 декабря 46-го года в Нюрнберге начался процесс над нацистскими врачами, которые экспериментировали на людях. Среди подсудимых был директор Института военно-научных исследований Анненербе Вольфрам Зиверс. Военный трибунал изучил полторы тысячи документов, заслушал показания 62-х свидетелей. Бывшего руководителя Анненербе Зиверса признали виновным и повесили. А что же Вагнеры? У Винни Фред было трое детей, внуки композитора. Вольфганга Вагнера призвали в армию. Во время войны с Польшей очередью 39-го он был ранен. Вольфганга в больнице навестил фюрер, принес цветы и велел врачу позаботиться о раненом солдате. Виланд Вагнер, вступивший в нацистскую партию решением Гитлера, был освобожден от армейской службы, потому что его жизнь необходима для Рейха. Но к концу войны, когда фюрер был готов пожертвовать кем угодно, все освобождения отменились. Виланд Вагнер боялся призыва в Вермахт, поэтому с осени 44-го до конца Третьего Рейха работал у своего родственника в институте, причем в том отделе, который располагался здесь, в концлагере Флоссенбург. Виланд Вагнер руководил работой заключенных. Его жена вспоминала, что он возвращался с работы очень угрюмом. Но никто и никогда не слышал от него ни слова сочувствия в адрес заключенных. Вернувшийся после войны в Германию выдающийся дирижер Отто Клемперер поинтересовался у Виланда Вагнера и каково было сидеть у фюрера на коленях. Братья Вагнеры, Виланд и Вольфганг, путанно объясняли, что о преступлениях нацистов они ничего не знали. А как же участники антифашистского сопротивления? Они-то видели, что такое нацистский режим? Неужели братья Вагнера знали меньше? Или их все это не интересовало? Виланд Вагнер однажды обмолвался. Ему бы хотелось, чтобы его настоящим отцом был дядя Вольф, то есть Адольф Гитлер. А вот их сестра Фриделанд Вагнер порвала с Рейхом. Она уехала из Германии и написала матери, ты увидишь, куда твой Гитлер тебя приведет к хаосу и к катастрофе. Когда началась Вторая мировая, Виннифред попыталась вернуть дочь домой. С разрешения Гитлера получила специальную выездную визу и отправилась в Швейцарию. Два дня и две ночи уговаривала дочь вернуться в Германию. Разговор шел в Цюрихе. Германская граница недалеко. Фриделанд боялась, что гестапо ее схватит и увезет. Виннифред Вагнер пустила в ход все аргументы. В конце концов отчеканила. Или вернешься в Рейх, или будет отдан приказ уничтожить тебя. Фриделанд вспоминала, как кровь бросилась ей в лицо. Она порвалась семьей. Она сделала свой выбор. Нелепо говорить, что немцы одинаковы. Будто существует некий германский ген. Словно все рожденные немецкими родителями от выдающегося писателя гуманиста Томаса Мана до Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера ничем друг от друга не отличаются. Мы не можем вычеркнуть темные страницы немецкой истории из истории Байройта, говорил президент Федеративной Республики Германии Вальтер Шейл. Я считаю, что уроки той истории даже важнее того, что хотел сказать нам Рихард Вагнер в своих творениях. Мы поняли, что нельзя верить тотальным доктринам, от кого бы они не исходили от правых, от левых или из Байройта. Мы поняли, что безоговорочное подчинение одному человеку или государству ведет к катастрофе. После крушения Третьего Рейха Виннифред Вагнер ни в чем не раскаялась. Она приглашалась сюда, в Байройт, к себе в гости вдов крупных деятелей нацистского режима, казненных по приговору Нюрнбергского трибунала. Любопытно, что эти дамы в разговорах не называли Адольфа Гитлера по имени, а благоговейно именовали его НБА, наш благословенный Адольф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok